Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. Продолжается наш сегодняшний праздничный марафон, посвященный великому празднику – День Победы. 9 мая сегодня поздравляем вас всех с этим великим праздником. И сейчас у нас на прямой связи с нашей студией историк Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, добрый день! Да, добрый день, здравствуйте! Да, просим прощения и у Евгения Юрьевича, и у наших уважаемых слушателей, зрителей за некоторую задержку. Возникли у нас тут сложности, но они решены, слава Богу, поэтому ничто нам сейчас не мешает послушать Евгения Юрьевича, у которого мы хотим спросить про несколько самых главных вех Великой Отечественной войны. А я со своей стороны просто задам первый вопрос по поводу обращения Вячеслава Михайловича Молотова к советскому народу, когда прозвучали великие фразы, легендарные, ставшие уже, так сказать, вошедшие в нашу память навсегда. «Это враг будет разбит, и победа будет за нами». И, кстати говоря, очень многие до сих пор думают, что эти слова первым произнес Сталин, но на самом деле это были слова Вячеслава Михайловича Молотова. Евгений Юрьевич, вот как вообще это было в том плане, что вот Молотова поручили, Иосиф Виссарионович был, скажем так, занят другими делами, тоже был в несколько таком сложном состоянии. И вот каково Молотову идти разговаривать с народом в такой момент, в такую ответственную минуту? Вот это, может быть, первая такая веха была, начало войны, ну и вот с этого момента, если можно. Да, значит, спасибо. Во-первых, я хотел бы поздравить всех моих сограждан, соотечественников с этим замечательным праздником. Это действительно общенародный праздник, общенародный всего советского народа. Когда я говорю сограждан, соотечественников, я имею в виду не только граждан Российской Федерации, но и Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Молдавии, всех тех, кто встал на защиту своей большой Родины. И это надо особо подчеркивать, что это была победа именно советского народа и Советского Союза. Не надо приватизировать этот день какой-либо одной республикой, в том числе и самой большой. Второе. Этот день для меня имеет особое значение еще и потому, что 9 мая день рождения моего деда. По маме Николая Яковлевича Парамонова ему в этом году исполнилось бы 117 лет. Он прошел всю войну с августа 1941 года. Начинал он ее под Вязьмой на Западном фронте, потом воевал на Калининском фронте, в 1942 году уже на Боронежском фронте, затем на Первом украинском и Четвертом украинском фронтах. Сначала он был пулеметчиком, а с осени 1942 года стал сапером и в таком качестве закончил войну в отдельной разведроте, механизированной разведроте 39-го инженерно-саперной бригады, 38-й армии 4-го Украинского фронта в Моравской острове. Это одна из самых тяжелейших наступательных операций была в Моравском промышленном регионе. И там он встретил свое 40-летие. После войны он потом работал, скончался он в 89-м году. Помимо боевых наград у него были и трудовые награды, в том числе и орден Ленина. Мы всегда собирались на день рождения деда и праздновали день победы и день его рождения. Так что этот праздник особенно почитаемый в нашей семье всегда был. А еще трое моих близких родственников пали смертью храбрых. Двое из них в московском ополчении в октябре-ноябре 1941 года. А старший брат отца, дядя Саша, он погиб на второй день Сталинградского контрнаступления, 20 ноября 1942 года под хутором Блиновский. Воевал он в 5-й танковой армии, генерал Романенко. Был командиром взвода разведки. Теперь то, что касается вашего вопроса. Значит, когда пришли первые известия о том, что немцы начали массированную бомбежку наших городов, спящих городов, и на всем протяжении советско-германской границы перешли эту границу и начали боевые действия, то в Кремле, в кабинете Сталина сразу было созвано заседание Политбюро ЦК и вызвано все руководство наркомата обороны, в том числе нарком обороны маршал Тимошенко, начальник генерального штаба генерала армии Жуков и ряд других военачальников. Когда началось это заседание, то Молотову было дано поручение направиться в германское посольство и выяснить, что же происходит на советско-германской границе. Вернулся Молотов из этого посольства где-то около пяти утра. Там есть немножко корректировка по времени, но примерно где-то пять часов утра плюс-минус, где тогдашний германский посол, граф Шуленбург, официально передал ему информацию о том, что Германия объявила войну Советскому Союзу. Когда у нас говорят, что Германия якобы без объявления войны напала, это не совсем так. Переход границы действительно произошел до официального объявления войны, но все же Германия официально объявила войну Советскому Союзу, как и мы. Германия это вот случилось ранним утром 22-го числа. Тогда же было принято решение издать указ президенту Верховного Совета СССР за подписью Калинина о мобилизации военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Вот мой как раз дед и попал под первую мобилизацию. И было принято решение, что по радио, по всесоюзному радио выступит именно Молотов, как первый заместитель председателя Совета Народных Комиссаров и нарком иностранных дел. Почему? Дело в том, что еще было не совсем понятно, что это такое происходит на границе. То есть официальное объявление войны вроде бы уже состоялось. Боевые действия начались по всей линии советско-германской границы. Но вот насколько серьезным были эти бои и столкновения, и что будет дальше, еще не было понятно. Еще информация, первая информация, стала только-только стекаться. И в этой ситуации Сталин посчитал преждевременным выступать ему лично. Молотов действительно выступил по всесоюзному радио в 12 часов дня. Заявил о том, что нацистская Германия без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, который добросовестно выполнял все условия и пакта о ненападении, и соглашения Германии, в том числе и в области экономического сотрудничества. И вот началась война. И в конце своей речи он действительно произнес вот эти вот знаменитые слова, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так что никакой, так сказать, особой тайны в этом не было. Я вас поправлю по поводу того, что Сталин находился в прострации. Сталин не находился в прострации. Это все байки Горбачевской эпохи. Даже Хрущевской эпохи. Просто при Хрущеве эти байки особо не артикулировались. А во времена Горбачева и Ельцина эту тему особо педалировали. Заявляли о том, что, дескать, после начала войны Сталин впал в полную прострацию и чуть ли не две недели находился в заперти, в гордом одиночестве, на своей ближней даче в Кунцево, никого не принимал и т.д. и т.п. Ну, одним из активных распространителей этой байки был небезызвестный Роишко Медведев, тот же Дмитрий Волкогонов и другие фейкометы, либералы, антисоветчики, антикоммунисты и т.д. Но уже в 90-е годы, когда был опубликован в журнале «Источник», этот журнал посещений сталинского кабинета, этот фейк был разбит, что называется, на Ать-2, поскольку в этом журнале содержались подробные записи, когда, во сколько и кого принимал Сталин. Если посмотреть на этот журнал, то там со всей очевидностью выясняется, что и 22-го, и 23-го, и 24-го, и далее по списку Сталин плотно работал в Кремле и с утра до ночи, в прямом смысле этого слова, принимал сотни человек, сотни высших руководителей страны, наркомов и военачальников, ну и т.д. и т.д. и т.д. Действительно, у него произошел срыв, небольшой, в самом конце июня, 29-го числа, в связи с катастрофическим развитием ситуации на Западном фронте. Потому что 28-го июня немцы заняли Минск, столицу Советской Белоруссии. Управление Западным фронтом, прежде всего по вине командующего фронтом генерала армии Павлова, было, по сути, развалено. Две армии были окружены. Значительная часть воинских соединений потеряла управляемость и в неразберихии отходила под напором немецких танковых соединений и т.д. и т.д. Он утром 29-го числа направился в наркомат обороны, а он находился прямо рядом с Кремлем. Это вот когда выезжаешь из Боровицкой башни, наверх в сторону Арбата, вот как раз улица Знаменка, бывшая Фрунзе, это вот там и находился наркомат обороны. И вот там, в наркомате обороны, у него состоялся довольно острый и жесткий разговор с Тимошенко и с Жуковым. Причем этот разговор закончился разного рода обвинениями и истериками, в том числе и со стороны маршала Жукова. И после этого разговора Сталин не вернулся в Кремль, а уехал в Кунцево на свою дачу и действительно весь день не появлялся на работе в Кремле. А утром 30-го числа ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, в частности Молотов, Вознесенский, Маленков, они приехали на дачу к Сталину с уже готовым проектом постановление о создании ККО, то есть Государственного комитета обороны. Сталин взял эту бумагу, написана она была Маленковым. Эта бумага хранится в архиве, ее можно, в общем-то, видеть, никакого особого секрета там не было. Кое-какие положения этого проекта поправил. И в тот же день, 30-го числа, этот проект был опубликован. Был создан Государственный комитет обороны, вне конституционный орган, который сконцентрировал тогда в своих руках всю высшую государственную, партийную и военную власть. Сталин стал председателем ККО, Молотов его заместителем, и три члена высшего руководства, членами ККО, значит, маршал Ворошилов, нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия, и секретарь ЦК ВКПБ Юрий Максимилианович Маленков. Так что вот так вот, если коротко. Спасибо, Евгений Юрьевич. Если пройтись вот по вехам все-таки Великой Отечественной, с чего, наверное, правильнее начать? Это начало блокады Ленинграда или битва под Москвой? Или за Москву, как удобнее? Это, наверное, первые такие? Или как? Как правильнее? Нет. Значит, мне кажется, что у нас до недавнего времени очень недооценивали приграничные бои. Более того, всегда рисовали события лета 41-го года что это будет Блицкрик, молниеносная война. Вот я вам перевожу дословно. Блицкрик по-немецки – молниеносная война. То есть предполагалось, что в течение 4-6 недель, недель, максимум 3 месяца, нужно для полного разгрома Советского Союза, выход на линию Астрахань-Архангельск, ну и так далее. На вот этой вот стратегии Блицкрига и строился весь германский план ведения войны. Почему были созданы такие мощные ударные танково-механизированные группировки, ну и так далее, и так далее. И вот эти приграничные бои июня, июля, августа, сентября 41-го года, они сорвали гитлеровский план Блицкрига. Вот если бы этого не произошло тогда, то все остальное уже было бы бессмысленно. Поэтому надо не только низко склонить голову перед бойцами и командирами Рабоче-Крестьянской Красной Армии, многие из которых полегли вот в этих приграничных боях, но и понять, что эти приграничные бои сыграли исключительно важную роль в срыве самого Блицкрига. Уже очевидно стало, что осенью 41-го года, если Гитлер и не проиграет эту войну, то он точно не решит поставленные задачи и не достигнет поставленных целей за указанные месяцы. Что эта война растянется как минимум на годы. И в этой связи я бы, конечно, переставил бы акценты в оценке вот событий лета, начала осени 41-го года. Вот это было самое главное. А дальше шло все остальное. И блокада Ленинграда, то есть немцев остановили на самых подступах к Ленинграду. Тоже важное очень обстоятельство, потому что падение Ленинграда, оно имело бы колоссальное идеологическое и геостратегическое значение. Я имею в виду оборону Киева, а я напомню, что немцы взяли Киев только 19 сентября. Дальше это Смоленское сражение, двухмесячное, ну и так далее, и так далее. Поскольку генеральное сражение за Москву, так называемая операция «Тайфун», это первая операция битвы за Москву, немцы начали только 30 сентября 41-го года. И, кстати, вот эта операция «Тайфун», она захлебнулась. Она ведь в конце октября захлебнулась. Немцам пришлось перестраивать свои порядки и принимать новый план, так называемые «Московские канны». И этот план начал реализовываться уже 15-16 ноября. Но он, по сути дела, через две недели тоже захлебнулся. И вот после того, как были сорваны два плана взятия Москвы, то есть операции «Тайфун» и «Московские канны», мы приступили к реализации сначала контрудара, а затем и более широкого контрнаступления войск Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронта против группы армий «Центр». И надо сказать, что «Московская битва», она знаменательна не только тем, что мы нанесли поражение вермахту, очень мощное поражение вермахту, но и тем, что она стала, по сути дела, коренным поворотом в истории Второй мировой войны. Не Великой Отечественной, а именно Второй мировой. Потому что Сталинград и Курск – это, безусловно, ключевые события Великой Отечественной, которые положили начало, а затем и завершению коренного перелома в войне, когда стратегическая инициатива перешла к советскому командованию. А «Московская битва» в этом смысле была коренным переломом в самой Второй мировой войне. Поскольку, я напомню, после разгрома Польши в 1939-м французы, англичане, они вели странную войну, это хорошо известно, то есть, по сути дела, не оказывали никакого сопротивления германским войскам. А потом уже в 1940-м году, по сути дела, большая часть европейских держав была оккупирована немцами. Ну, Франция, по сути, была разбита всего за... там, 9 июня, по-моему, начались сражения, а 1922-го уже немцы маршировали по Парижу. Единственная страна, где немцы обломали зубы, и где началось мощное партизанское движение, это Югославия. Югославия. Ну, Греция еще, но в меньшей степени. А вся центральная, северная Европа, она подняла лапки кверху. Евгений Юрьевич, спасибо. А вот такой вопрос. Возвращаясь вот к первым месяцам войны, за последние годы стало, ну, скажем так, много сумбура и каких-то непоняток, что ли, вокруг подвига 28 панфиловцев. То говорят, что его не было, то говорят, что их было гораздо больше, то говорят, что там вообще непонятно что. В итоге вот этот вот подвиг 28 панфиловцев, то, что мы помним по советским книжкам, вот я помню по своему детству, я помню это все, Дубосекова, вот это вот все. Что же в итоге там было, и как это все повлияло на дальнейшее продвижение, грубо говоря, советской, как она, рабоче-крестьянской Красной Армии? Слушайте, вы знаете, я не стал бы играть по чужим правилам. Это же специально все делалось. Это начиналось еще во времена Горбачевской перестройки. Специально надо было опорочить знаковые события и знаковых героев Великой Отечественной войны. Панфиловцев, Зою Космодемьянскую, Матросова и вплоть до наших выдающихся полководцев. Жуков-мясник, значит, мы немцев завалили трупами, ну и так далее. Это специально и очень печально, что во всей этой кампании приняли участие вроде бы такие авторитеты, как тот же Виктор Астафьев. Вот этот его роман «Проклятые убиты». Я вот здесь совсем недавно, буквально пару дней назад, по культуре видел передачу, посвященную о Куджаве. У него, к несчастью, 9 мая тоже... 9 мая, день рождения. День рождения, вот там, значит, сидит эта тетка, ведущая, еще советского ТВ. Эта программа была снята как раз в годы Гербачевской перестройки. И начинает приводить слова, значит, Астафьева, где он там где-то выступал. Это вот вторая половина 80-х годов, скорее всего, 88-й там, 90-й год, и говорил, что мы не умели воевать. Вот я вам цитирую, что она говорит, что мы не умели выливать, что мы своей кровью и своими трупами победили нацистскую Германию и т.д. и т.п. Понимаете? Но это мерзость. Это вот такая мерзкая, подлинная форма плюнуть в могилы твоих однополчан. Подонок, ты конченый. Ты весь свой боевой путь и последующую литературную деятельность вот этой мерзостью просто перечеркнул. Как тебе не стыдно? Вот самое такое, понимаете, я, вот когда откровенный враг, ты уж, а когда вот это вот, все делается так, вот знаете, вот подгадить вот эту фигу в кармане и т.д. и т.п. Это самое последнее дело такими вещами заниматься. И вот когда начинают ковыряться в грязном белье, а сколько было панфиловцев, а сколько среди них потом было предателей, а та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А Зоя Космодемьянская, она вообще-то психбольная была, а Саша Матросов, он вообще выпил лишние 100 грамм и подскользнулся. Да-да-да, алкоголик, да-да-да, там законченный совершенно, это я слышал, да. Слушайте, не надо вообще вот эти темы будировать. Есть 28 панфиловцев. В чем-то это миф, да, миф, но это героический миф. Армию надо было вдохновлять на подвиги. Поэтому придумали в том числе и мифы. А что не было разъезда Дубосекова, что там не было героического боя, что там не были остановлены танки, были. А сколько их остановили? 28, 38, 128, это не важно. важно, что советские солдаты, в частности панфиловская дивизия 16-й общевойсковой армии, которой командовал Константин Константинович Рокоссовский, насмерть встала там на Волоколамском шоссе. У нас же не было сплошной линии обороны. Ведь в этой ситуации, когда была нехватка войск, когда вот начало войны развивалось, условно говоря, не по нашему сценарию, то нам нужно было время с тем, чтобы отмобилизовать, во-первых, призывников, условно говоря, то есть провести мобилизацию, затем вооружить, одеть и так далее, да еще и перебросить свежие части с того же Урала, Сибири и Средней Азии. Я просто служил в Средней Азии, и я, когда приехал, то мы ехали в свою часть, я смотрю, стоит памятник, и я у нашего сопровождающего офицера спрашиваю, это кому памятник? А он говорит, Панфилову. А я так удивился, ну, я обо Панфилове, естественно, знал, я говорю, а почему ему стоит памятник во Фрунзе, ну, тогда это столица Киргизии, он что, был уроженцем этих мест? Он говорит, нет, он, говорит, был военкомом Казахской и Киргизской СССР. И значительная часть Панфиловской дивизии, она формировалась именно из представителей этих двух народов, то есть Киргизов и Казахов. Какая-то часть была из русских, ну, и так далее, смешанный состав был дивизии. И когда говорят, что вот Сибири типа спасли Москву, ну, тоже подлинная постановка вопроса, подлинная. Мне тут один писал, да ладно, вы, москвичи, там сидите и сопите в две дырки, профукали, это я вежливо, толерантно написал. Понятно. Смешно и так далее. Ну, ну, вот это подонки. У меня под Москвой погибли два моих деда в московском ополчении. В ноябре и в октябре 41-го года. Причем Сергей Игнатьевич Петручек, это муж моей бабки Александра Гавриловна Завьяловой, он был слепым, у него диоптерия была минус 7. Он был не такой старый, он с 902-го года рождения был. Но он пошел в ополчение и пал там на полях в сражении под Москвой. Как же вам не стыдно такие вещи говорить? В Москве было сформировано 12 дивизий народного ополчения. 12 дивизий. Люди, москвичи, пошли грудью защищать свою столицу. А вы нам будете рассказывать, что москвичи драпанули из Москвы и только Москву спасли сибирские дивизии? Ну, не стыдно такие вещи говорить. Вся страна спасла Москву. И москвичи, и тверичи, и сибиряки, и уральцы, и среднеазиатские народы, и т.д., и т.п. Чем вы тогда лучше этих украинцев, которые рассказывают, что на первом украинском, там, или четвертом украинском, служили одни украинцы, и что освенцам освобождали не русские, там, и якуты, там, а именно украинцы. Просто мерзость какая-то. И вот эта мерзость, она была порождена именно тогда, в годы Горбачевской перестройки. Все эти Оставьевы, все эти Мироненко, имя им целый легион, они все внесли в той или иной степени лепту вот в это охаивание нашей великой победы, трагедии нашего народа. Сталин, кстати, в отличие от многих нынешних руководителей, не стеснялся говорить народу правду, не стеснялся. Вспоминайте его знаменитый тост «За русский народ» 24 июня. Что он там сказал? В 41-42 годах, в 41-42 годах у нас были моменты отчаянного положения, отчаянного. Смотрите, какой он выбрал эпитет. Амбулировку. Он каждое слово на вес золота произносил, он не болтал просто так языком. Другой бы народ сказал бы правительству «Уходите, вы не оправдали нашего доверия, вы не обеспечили нам мир», ну и так далее, и так далее. Но русский народ оказал доверие советскому правительству. Спасибо русскому народу за это. Вот смысл сталинского тоста. Понимаете? И Сталин не скрывал, что в 41-42 годах у нас было отчаянное поражение, что мы еще не научились воевать. Против нас была вся Европа, отмобилизованная Европа, с двухлетним опытом ведения войны, широкомасштабной войны. Поэтому нам и пришлось выдержать такой страшный удар. Но наш народ сумел под руководством коммунистической партии, о чем сейчас забывают сказать, под руководством верховного главнокомандующего Сталина, встать на защиту своего отечества и одержать победу. Причем я вот вспоминаю там маму мою и так далее. Мне мать сказала, ей было 8 лет, а она уже понимала все, она говорит, у нас ни минуты, ни секунды не было сомнений в том, что мы победим в этой войне. Вот так был настроен народ. Я вчера смотрел, кстати, передачу у Соловьева, какая же там мерзость была. Кедми у меня сложное отношение к Якову Кедми. Он свою партитуру играет, в том числе у нас на телевидении. Мы сейчас не будем подробно разбирать эту партитуру, но он прав абсолютно вчера был. Он сказал, что вы киваете на Запад, на хохлов, на прибалтов, на поляков и так далее, что они извращают историю войны. Вы здесь прекратите ее извращать. Вы почему на официальных мероприятиях, он там побоялся сказать, в том числе и на параде победы в Москве, во время речи президента, не произносите имя верховного главнокомандующего. Вот сейчас идет военная операция на Украине. Это Кедми говорит. И мы знаем, что верховный главнокомандующий Путин, он в данном случае, как верховный главнокомандующий взял на себя ответственность за все за это. Так и Сталин тогда взял ответственность за все за это. И люди в том числе погибали со словами в устах с именем Сталина. Почему нельзя раз в год хотя бы на параде победы сказать, что эту победу, великую победу одержал весь советский народ под руководством коммунистической партии и верховного главнокомандующего Сталина. И что мы снимаем свои головные уборы в память о каждом солдате, матросе, офицере, генерале, маршале и верховном главнокомандующем. почему нельзя повесить на фронтоны наших зданий во всех городах в центре портреты Сталина, наших выдающихся полководцев. Нет этого ничего. Вместо этого опять драпируем мавзолей. Стадимся собственной истории. И хотим после этого, чтобы нас уважали на Западе. Ну и меня вчера поразила позиция Соловьева и Хенштейна. Вместо того, чтобы поддержать, они же вроде бы сейчас все стали марктистами. Марктисты все такие опять нос по ветру держат. Но они продолжают держать этот нос по ветру, только в дозволенных рамках. Хенштейн начал там с этим Кедми спорить и т.д. и т.п. Что да нет, просто противно вот это все смотреть, вот ей богу. Даже здесь вот устраивать спекуляции эти. А потом говорят, а вот на Украине. Знаете, есть хорошая русская поговорка, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вы сами на себя в зеркало посмотрите, а потом будете иметь моральное право кому-то что-то указывать и говорить. Вы сами еще несколько лет назад поливали грязью советско-германский договор, а не нападение. Вы сами еще несколько лет назад буквально 3-4 года назад говорили, что Сталин в аду горит ярче в два раза чем Гитлер, потому что тот, дескать, уничтожал чужие народы, а Сталин свой. Да, вот эта логика тоже была отдельная. Опять начали там пройти репрессии и т.д. и т.п. Да заткнитесь вы уже. Вы сначала почитайте нормальную литературу про эти репрессии, а потом вообще это слово произносите. Грамотея. Надоело это уже. Евгений Юрьевич, ну, потихоньку завершаем наш эфир. Тогда вот такой вопрос. Вы сейчас упомянули вашу маму, если я не ошибаюсь, которой было 8 лет и которая сказала в те непростые времена, что мы ни на секунду не сомневались в победе. Евгений Юрьевич, а вы, как взрослый уже человек с опытом, сейчас, когда очень непростая ситуация, у вас есть сомнения или тоже нету? Особенно после того, как вы только что сказали много нюансов, которые происходят параллельно у нас внутри. Вы знаете, я, честно говоря, вот у меня, знаете, как говорят, терзают смутные сомнения, потому что я знаю исторический опыт. Вот создание ГКО, оно же не просто так произошло. Орган, который соединил в себе вот так, как в едином кулаке, дальше, ответственность была какая, дали поручение, попробуй, только не исполни. Тебя ждет суровая кара советского народа. А сейчас кто влез под дрова? одни говорят о том, что мы освобождаем Донбасс и все. Тогда зачем мы вошли в Херсон? Зачем мы в Харьков берем изюм? Ну, и так далее, и так далее. Вы тогда определитесь, что мы делаем. Кто-то говорит, что мы освобождаем Украину. Кто-то говорит, что мы проводим только демилитаризацию, но про деноцификацию забыли. Кто-то говорит, что мы дойдем до Бручи и остановимся. Кто-то говорит, что мы дойдем до Днепра. Кто-то говорит, что до Порькова. И кто во что гораст. Слушайте, ну, это дурдом какой-то. Должен быть создан единый орган управления, в том числе информационными потоками. Вот у нас обвиняет YouTube, какие-то социальные сети, что они занимаются информационной войной. А чем они должны заниматься? Они и будут этим заниматься. Но мы ведем эту контр-пропаганду, в том числе, кстати, с помощью YouTube. А мы-то чем сами занимаемся? У нас про секретарь президента говорит одно, руководители разных ведомств другое, Министерство обороны третье. Эти эксперты, которых как собак нерезаных повылазило, четвертые, пятые и двадцать девятые. Ну, слушайте, у меня уже голова кругом идет. Я не самый, так сказать, последний человек, но в смысле информированности и знаний и так далее. Я уже сам не могу никак понять, мы что хотим-то вообще, мы ничего. А что говорить про обывателя, который вообще далек от всего этого? У него уже давно каша в голове, он не понимает, что происходит. потом, что вы из нас дураков делаете, что вы нам рассказываете по поводу того, что ушли из Киевской и Черниговской области с тем, чтобы перебросить на Донбасс свежие силы, подкрепления. Так у нас армия миллионная. Возьмите несколько десятков тысяч, ну, условно говоря, перекиньте на Донбасс из внутренних округов, с Поволжья, там, с Урала, с Сибири, Дальнего Востока, откуда? С севера. Зачем? Для этого надо было полностью уходить из Киевской области и Черниговской. Либо тогда закройте рот всем комментаторам, чтобы они не сидели и лапшу на уши людям не вешали. А то стоят и на голубом глазу рассказывают. А это был хитрый маневр. Мы хотели сковать, значит, противника вот на северном фасе нашего фронта с тем, чтобы он не перебросил свои войска на Донбасс. А потом взяли, оттуда ушли. И нам устроили бучу. Слушайте, ну, для каких-то дураков это объясняет. Кто об этом говорит? Коротченко. Прям такой полководец, что мама не горюй. И он, кстати, в объединенном комитете начальников штабов в Америке больше всего боятся. Он, как начинает говорить у всех американских генералов поджилки трясутся. Почему? Ну, я не знаю. Видимо, у него роль такая, наводить тень на плетение, страх. Журавлев этот, ну, там у нас полно этих. А давайте шарахнем по Лондону, а давайте по Вашингтону. Ну, вы вообще с головой дружите? В открытую говорят, давайте, ядерное оружие использовать. Ну, вообще, что ли, с ума посходили? Мы, говорит, в рай, а этих, говорит, в ад. Ну, слушайте, ну, просто какой-то дурдом. Вроде бы серьезные вещи, ведь это чрезвычайно серьезные вещи. Мы, мы своей кровью оплачиваем предательство и колоссальные ошибки нашего руководства, и советского, и российского. Колоссальные. Вот, кстати, как важно знание истории, настоящие истории, они выдуманы. Горбачев, Ельцин, ну, и так далее. Если бы они знали, реально, кто такие бандеровцы, они должны были это знать. У них информации было куда как больше, чем у простого обывателя. Ну, если бы человек вот был хотя бы с двумя извилинными в мозге, в мозгах, ну, он мог бы себе позволить выступить и сказать, да, знаете, давайте перезаключим договор союзный, понимаешь? Мы вот больше демократии, больше социализма. Дать шикарный коза в руки наших геополитических противников и всех сепаратистов и националистов в союзных республиках. Ну, это надо быть каким идиотом? И что-то хотел после этого. Когда движение в поддержку перестройки РУХ, вот оно так и называлось, движение в поддержку перестройки, которое возглавлял Драч, Плаченида, ну, и так далее, и так далее, Черновол, но оно с самого начала создавалось на Бандеровской матрице. Грамотный государственный деятель и политик сказал, ребята, стоп, вы что делаете? Вы с ума сходите? Вы сейчас не просто развалит истарк. Я вот к Собчаку очень критически отношусь, чрезвычайно критически. Я считаю, что он один из авторов развала Советского Союза, потому что он был одним из тех, кто активно ратовал за отмену шестой статьи. Любой здравомыслящий человек понимал, что КПСС это был одним из стержней, который держал весь каркас Советского Союза. И, кстати, положение о том, что Компартия является руководящей и направляющей силой всей политической системы, содержалось не только в Брежневской Конституции. Не надо свистеть. Возьмите Сталинскую Конституцию 1936 года. Там в 129-й статье было такое же положение. Просто в Брежневской ее перенесли в начальной статьи, шестую статью. А там то же самое было записано. Потому что Ленин и Сталин я вас уверяю были не глупее Крущева и Брежнева. И они понимали, что является стержнем вот этой Союзной Федерации. Единство Коммунистической партии и ее направляющие руководящие силы как ядра политической системы. То есть всех институтов государственной власти. Понимаете? И когда вы выбиваете опору из чего-либо вот хоть повешенного поставьте пока он будет стоять на табуретке он будет жив. Как только вы табуретку выбьете все петля затянулась и привет родителям. Так и здесь то же самое. Пока у вас есть фундамент в виде этой статьи Конституции пускай там горлопанят сколько угодно решение партийных органов обязательно для тех государственных структур в том числе и Верховных Советов. Взяли выбили вот эту вот опору повесили условно говоря всю систему государственной власти а потом туда влезли все эти Кравчуки Шушкевичи и всякая Погонь Ельцина и так далее сами преподнесли им так сказать на тарелочке с голубой каемочкой ребята давайте крушите Советский Союз а потом говорят мы будем жить добрососедствами вы что идиоты что ли вы что не понимали на какой матрице стали строить незалежную Украину это же самое начало было понятно и Собчак правильно сказал что война это неизбежно он тогда еще в начале 90-х это сказал да видел я это видео видел я это интервью было такое ну вот мы теперь кушаем понимаете а страдает то кто уже десятки тысяч если не сотни тысяч людей погибли начиная с Таджикистана с Приднестровья с Карабаха с Умгаита и далее Чечня Чечня это прямой итог развала а Михаил Сергеевич получает поздравления каждый год по поводу дня рождения да ему еще это как ее я говорю мы живем в каком-то дурдоме президент Медведев вручает Горбачеву на юбилей высшую государственную награду орден Андрея Первозванного а нельзя ли было уточнить в указе президента за развал Советского за развал Советского Союза и коммунистической партии за развал Варшавского договора за предательство коммунистической партии ну и так далее и так далее и написать мальчишу а присвоить почетное звание мальчиш-плохиш и вручить орден понимаете а ему там пишут за активную общественно-государственную деятельность ну слушай у нас так все ордена раздают я вот не говорю про боевые ордена там людям за дело дают а вот этим всем деятелям культуры вон это примадонна о которая этот про полковника этого кого она там пела брошкина там мадам брошкина так она полный кавалер за заслуги перед отечеством полный есть есть такое да есть перед каким отечеством она же закончила концертную деятельность раньше чем Кобзон она 25 лет вообще не занималась она пела да на корпоративах у Мишки Прохорова с его и кормила с его руки кормила она себе в черной грязи на какие шиши построила этот как ее богадельню Евгений Юрьевич она вот эти корпоративы и построила и Максик тоже самое да это это как раз все понятно Евгений Юрьевич спасибо подожди меня Шахназаров заводил Карен Георгиевич пока Евгений Юрьевич говорит по телефону мы потихоньку будем завершать уже наш эфир я напоминаю что у нас 14-15 мая в центральном доме российской армии на Суворовской площади бывший центральный дом советской армии имени Фрунзе состоится фестиваль первый научно-популярный фестиваль Аврора 100 лет СССР который проводит наше информационное агентство и Евгений Юрьевич там будет одним из главных спикеров так что смотрите всю информацию в ссылках под роликом под видео ну и соответственно приходите к нам мы будем рады вас видеть там будет очень много интересного фестиваль будет длиться два дня в субботу 14 мая в воскресенье 15 мая ну и соответственно в этом отношении все должно быть хорошо ждем Евгений Юрьевич вот он разговаривает пока по телефону Евгений Юрьевич спасибо огромное спасибо за то что вышли сегодня к нам уделили нам время хорошо как всегда эмоционально подробно вынуждены завершить наш эфир подходит к концу у нас сегодня огромный праздничный день я напоминаю историк Евгений Юрьевич Спицын был сегодня с нами рассказывал нам про вехи Великой Отечественной войны как бы то ни было друзья все будет хорошо с праздником победы вас меня зовут Роман Шахов смотрите Аврору подписывайтесь на Аврору помогайте Авроре как вам заблагорассудится всего доброго до свидания Евгений Юрьевич всего доброго до свидания еще раз с днем победы спасибо с днем победы современный миропорядок рушится продолжается эпоха нестабильности людям нужен новый путь развития новое будущее научный фестиваль покажет мы можем построить общество в котором интересы граждан превыше всего мы за равенство и справедливость свой взгляд на прошлое и перспективы будущего представят именитые историки экономисты общественные деятели Евгений Спица я выступаю в данном случае как историк я лишь констатирую факты Михаил Делягин я рассказываю вам то о чем вы должны с моей точки зрения знать Александр Колпакиди главное это вопрос кто будет определять развитие страны вопрос о власти Егор Яков советское руководство и советское руководство имело разные сценарии пограждения страны Константин Семин для того чтобы началось движение массы должно быть исчерпано их терпение Федор Разаков у всех сейчас людей я имею ввиду в меня должны глаза открыться на то общество которое мы построили и продолжаем строить я надеюсь там наверху тоже это понимают вас ждет полное погружение в атмосферу советские автоматы буфет в стиле СССР знакомые лица из прошлого интерактивы выставка картин советская ярмарка а также детский хор пионеров имени Виктора Сергеевича Попова регистрируйтесь на мероприятие и узнайте как история прошлого повлияла на настоящее и каким может стать ваше будущее и будущее ваших детей ссылка в описании к видео ваше будущее спасибо